Пошла, да? Да, Миша, привет. Привет. У вас какие люди в Голливуде? Миша, слушай, хотел бы тебе задать вопрос такой. Вот на протяжении какого периода ты его потолкнуешь? Сколько? Вот. Вот у тебя были моменты спадов, как у всех, подъемов, да? Вот Миша там подписал Фомина, Лешу, так все легко было. Вот было ли так все легко, как говорят, да? Или были такие моменты падения? Я знаю, ты работал в институте Курчатова, ушел с серьезного дохода, да? Доход сколько был у тебя? От тысячи, ребят, до двух тысяч дорого дохода у Никаила, да? Представляете, то есть человек сделал, я считаю, это просто грандиозный прорыв, да? То есть он вышел из зоны комфорта, представляете, да? Ну вообще, обалдеть, да? Зона комфорта у многих есть, да? Я хожу на работу, а если я прошу работу, а что будет потом? Нет, лучше синиться в руке, чем журавль в небе, так говорят, да? Миша, вот как у тебя было? Расскажи, это очень важно, кстати, для новичков, которые будут с нами в команде. Однозначно будут. Ребят, я объясню, почему вы будете. У вас выбора нет. Лучше, чем там нужно, сейчас ничего нету, да? Мгновенно выплаты денег на карту, раз. Легальная компания, два. Работают с компанией Apple, три. Кроме того, новые технологии, четыре. Кроме того, здесь очень много денег. И самое интересное, новая тема на рынке, неизвестная тема. То есть у вас, вы понимаете, да? Вы согласны со мной, выбора нет, сто процентов. Кроме того, каждый из вас, если будет курситься инструментами, заработает огромное количество денег. Улучшение дохода за месяц, пятьдесят, сто процентов. Не имеет значения. Но мы возвращаемся к нашим братам. Миша, расскажи, как это было? Вот ты вдохновился. Хочу заниматься бизнесом в интернете. Вау, супер, вау. Всех провел. И какая была реальность вот твоих этапов, потому что ты сейчас имеешь очень серьезную квалификацию. Как это было? Ну, на самом деле, ну, так все просто. Сначала была такая эйфория, что, вау, когда я посмотрел презентацию в периоде Светлана Шадунки, книги «Будов доход Минахо», все слышал. Меня это вдохновило. И думал, сейчас все попрет. Ну, не пошло так быстро. Дышка, короче, дышка. Да. И когда начал совмещать, я сразу ушел. Понял, что не хватает времени. Либо я уйду и быстро, быстрее полностью покрытие, что вижу. Либо, если не уйду, это будет тянуться годами. Окей, сразу вопрос, Миша. У тебя жена есть? Да. Есть жена. У Миши есть семья, друзья мои. Вот какая была реакция твоей жены? Вот когда Миша коллся, друзья мои, ты сказал, ухожу из работы, бросаю работу и занимаюсь чем-то таким эфемерным, неизвестным, невозможно выйдет, не выйдет. Какая реакция у близких людей твоих? Ну, конечно же, негатив. На сто процентов. Я тоже. Да. Конечно, негатив, что ты куда вляпался, и жена, и мама, и знакомая. А ты опять кто-то полез, ты не работал, ты же экономист, финансовый директор, наружные ставки, давай, ты чё? Опять разведут там. Негатив полный. А было у тебя желание вот остановиться в этом, вот бросить и думать, что ну и в пень, чтобы не было скандалов, не было всяких проблем. Уйду опять, вынесут Курчатова на старую работу, с женой у нас будет опять комфортные отношения хорошие, и всё. Было такое, Миша? Ты честно, давай, Миша. Было там буквально несколько, может быть, секунд, но буквально мгновение, потому что я читал, Киосаки, у всех тренеров, Брайан Трейсинг, мой любимый тренер. То есть я понимал, что если работать, то путь обратно в никуда, по 100%. Я лучше перетерплю это, то есть с этим проживу, ничего страшного там. Но я тем самым докажу и покажу, что можно род выйти, можно целый свой род, поколение детей, внуков, чтобы на новый уровень вышли. Потому что семья инженеров это уже достало просто. Просто достало. Огромное спасибо, Миша, сейчас вернемся. Давайте послушаем парня, который Дмитрий Кухтенков. Мы с Димой познакомились в другой компании сетевой. То есть я был в этой компании, в сетевой, у нас были хорошие, вкусные соки, похожие на бутылку вина, да, красивая бутылка, хорошие соки, вкусные. Была инвестиция ежемесячная, 230 евро каждый месяц даст вам. И я, друзья мои, создал в той команде хорошую ступеньку, но я ушел. Когда я ушел с той команды, ну, потому что хотели открыть Россию, и уже 4 года открывают, и сих пор не могут открыть. Я устал ждать, когда откроют Россию. И я ушел. Дима еще остался там, смотрю в чате переписка, Дмитрий там что-то пишет. Дима, вот что произошло с тобой, что ты сейчас столкнешься в моей команде опять же и едешь. Думай, какие-то сомнения не выйдет, не получится, а это лохотрон, а это виртуальный товар. Вот что было с тобой? Нет, ну по правде сказать, как бы сомнений в принципе особо не было. Вот когда мне Артур предложил эту бизнес, и когда мы первый раз в принципе с ним поговорили, я вообще в общем-то ушел даже больше из-за него в этот проект. У меня был просто один момент, не было просто денег на вход. Я именно вот пытался заработать эти деньги, чтобы выкроить и, так сказать, в IT-чип быстрее. Ребята, вы слышите, да? Сотрудничая с одной сетевой компанией, у них не было денег на вход. Ребята, поздравляю. 90% людей, которые находятся в интернете, которые сотрудничают с компанией, где есть физические продукты, к сожалению, они тоже не имеют денег на вход. Он не эксклюзив, он нормальный. И дальше, чтобы было, не было денег на вход. Дальше не было денег на вход. Вот приходилось работать на двух работах, совмещать, соответственно, ну и выкроил, выкроил, да, сделал минимальную инвестицию, как бы, но... Зашел на сколько? На 125 сейчас? Я зашел на 125. На 125 до разжел. Вот. Естественно, тоже не сразу все получалось. Был негатив от жены, от близких, от друзей. Друзья, ждите, у вас будет то же самое. В принципе, я даже уже никому не стал даже предлагать, ему, ладно, как-то в секрете все это подержать пока, вот даже никому не говорил. Вот. Ну, сейчас, в принципе, уже есть, что показать, как бы, да. Благодаря Артуру, как бы, его тренингам, его поддержке, его мотивации, вот, если бы он, я бы, не достигла этих успехов. Друзья, смотрите, в жизни все очень просто. Представьте себе ситуацию, вы в темном лесу находитесь, представили, страшно? Летают большие москиты, комары, сова летает, вау, да? Но вы видите свет в конце тоннеля. Там, вот там далеко-далеко свет. И вы идете, там, знаете, по змеям идете, по барабану идете, да? Летает сова, черная, страшная, насквоз не стоят. Имейте, какого значения. Когда вы видите свет, вы просто идете и выходите. Попадаете в эту зону, и все, и вы в успехе. Это очень важно. Дима, вот такая ситуация, вот сейчас много сетевиков, ты знаешь, да? Ну, тебе никто даже жалко, по-человечески, да? Вот они что-то делают, они пытаются проводить презентации оффлайн, онлайн и все остальное. Но у них чеки такие, там, тысячу долларов в месяц, пятьсот долларов в месяц, ну, топ-лидер, мега-топ-лидеры, пять тысяч долларов в месяц. Дима, вот когда ты узнал о компании Top Fusion, вот скажи, изменилась ли у тебя в твоем сознании, в твоей голове планка денежная, да? То есть, вот если ты раньше думал, заработаешь штуку, это круто, баков. А теперь как? Для тебя штука это супер? Много? Ну, так скажем, в принципе, сейчас и 50 тысяч, как бы, ну, нормально, но хочется уже больше, потому что здесь я вижу потенциалы, и что здесь можно зарабатывать большие деньги, даже больше, чем 50 тысяч долларов. Друзья, представьте себе, вот у вас есть какой-то продукт, сейчас приведу пример, вот у вас продукт, здесь находится жидкий кардицепс, представляете? Обалдеть, да? Компании Jumbo Bomba, супер, жидкий кардицепс. А моя задача сейчас это предложить, вот это долина Бодрака, вот и моя задача. Я должен если рассказать, что это жидкий кардицепс, это уникальный кардицепс, и тибетские монахи молились над этим кардицепсом, заражали ее энергетикой, да? А она скажет, ты знаешь, сколько стоит кардицепс? Я скажу, это стоит полтора тысячи рублей, всего лишь полтора тысячи. А она скажет, Артур, в аптеке такой же жидкий кардицепс, только не молились монахи, но тоже помогает так же, стоит 300 рублей, в капсулах, вот здесь рядом, в аэропорте, 300 рублей, и мне придется убалтывать, уговаривать, применять методики НЛП, программирования, и даже 25-27 кадра, представляете? Ну чтобы никого нет, да, здесь, милиционеров нет? Никого, все, втюхать, впарить и сучить, ну представляете? А что делаем мы? Скажите, в этом бизнесе тебе приходится убалтывать, уговаривать, что видимо это здорово, и вот как происходит, у тебя что происходит, когда ты высылаешь кому-то видеописьмо, какая реакция людей? Письмо продается. Иди письмо, просто видеоимайл отсылаем. Реакция такая, классно, а что это такое вообще? Когда начинаешь общаться с человеком, рассказываешь, что есть новые технологии, а самое главное, новый способ зарабатывать деньги. Все говорят, мне это интересно, скажи больше. Тогда презентацию не даешь, все, дальше уже дело техники. То есть видеоимайл однозначно регерет люди лучше, чем текстовое письмо, сто процентов. И потому что это эмоции включают. Друзья мои, сейчас мы заканчиваем вот это такое, да, общение, сейчас вы познакомитесь с уникальной блондинкой. Друзья мои, сейчас возьмет вторая часть продолжения на YouTube пойдет. Самое интересное, блондинка с мозгами, с гостиницами, с медведями, она вам расскажет. И самое интересное, это мега успешный человек в компании Top Fusion. сейчас, сейчас Леночка делай. Оп! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...